Доля машин с установленным газовым оборудованием в Алматы неуклонно растет. Владельцы уже не боятся что-то испортить в своем авто. Михаил Мирзаев – шофер со стажем. Решил перейти на газ из-за экономичности. Говорит, что сейчас каждая подзаправка стала дешевле почти в два раза. Правда, радость длилась недолго. Уже через несколько дней он столкнулся с первой проблемой. Пару недель назад было проблем с газом. Сейчас по новостям показывают, что проблем уже не будет. Потому что машин не хватало. Потому что наша Алматы не была готова к таким большим объемам. Потому что многие сейчас не выходят на газ. Из этого машин не хватает, чтобы привозить сюда. Сегодня только в 50 из 250 заправок продают газовое топливо. В большинстве пропан-бутан. Составляют же газ из Западно-Казахстанской области и Узбекистана. По одной из версий, нехватка возникает, потому что в расчет берутся только официально зарегистрированные машины на газе. А их сейчас лишь около 600. А вот сколько незарегистрированных, никто не знает. Но даже учитывая, что почти 500 единиц коммунального автотранспорта в этом году переводят на газ, а до конца 2017-го их количество удвоят, этих АЗС не хватает. В этом году 300 миллионов тенге выделено на строительство специальных заправок. Ведутся переговоры по заключению договора банковского вклада на цели кредитования проекта по строительству и развитию сети автомобильно-газозаправочных станций в городе Алматы. В ближайшие месяцы планируется построить 5 автогазозаправочных станций. Будет финансироваться в банке на пополнение оборотного капитала. Эти полученные средства СТО может направить на предоставление в рассрочку газобаллонного оборудования. Эксперты уверяют, что на СТО, который занимается переоборудованием машин, не всегда работают добросовестные специалисты. Несмотря на то, что удовольствие это не из дешевых, стоимость установки колеблется от 180 до 300 тысяч тенге. Водителям запросто могут продать некачественное оборудование. Мониторинг показал, что с такой проблемой сталкивается каждый четвертый автолюбитель. Баллоны стандартные газовые, качественные, российские, например, 80-литровые, они весят 42 килограмма, например. Китайские оборудования или турецкие контрафакт весят 26 килограмм. Вот понимаете, какая разница просто в газовых баках этих самих. То есть тонкие стенки, соответственно, и металл слабо. Приехало очень много лжеспециалистов с Турции, с Узбекистана, с России начали. Вот, ну, сами знаете, лишь бы быстро заработать. Также после переустановки нужно получить новый техпаспорт. Машину уже снимают с гарантии. Переоформление техпаспорта занимает как минимум две недели. Но специалисты Ассоциации газобаллонного оборудования хотят внедрить автоматизированную систему, которая поможет ускорить процесс. Также планируется ввести единый реестр сотрудников СТО, чтобы в случае ЧП можно было легко установить виновных.